Друзья, всем привет! Меня зовут Сагира Иван, это мой канал Мистер Кэт, и сегодня обновление в Клубе Творчества. Новое обновление в Клубе Творчества. Двемирский грязевой краб в доспехах. Неизвестно, как, где и почему этот верный спутник обзавелся особыми доспехами, но одно мы точно знаем, такого грязевого краба еще никто не видел. Творение можно приобрести у торговца, что мы, друзья, сегодня сделаем. Но это еще не все. Еще интересное новое. Кольчуга лорда, друзья! По слухам, драгоценную имперскую реликвию похитила банда наемников Редгардов. Имперский легион приказал вам вернуть кольчугу любой ценой. Творение можно получить после выполнения задания. Давайте выполнять. Ну что, друзья, первое. Первое мы получим сейчас в грязи краба. Активируем квест и нам нужно отправиться куда? Нам нужно отправиться, друзья, в Маркарт. Под каменная крепость. Здесь. Что это такое? Маркарт уже не тот, что прежде. Заключи сделку и окажется, что ты ее заключаешь с гидей воров. У них всегда была броня такая зеленая? Или я что-то забыл? Ладно. К нашему другу Кальсельма. Я думаю, вы его знаете. Да, он вечно в две мирах копается. Что-то ищет, 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 ищет. И... Я племянник Кальсельма. Это он? Да, друзья, это он. Ха-ха-ха. Двимерский грязевой краб. Не давай моему дяде углубляться в свои теории. А то всю ночь тут проторчишь. Он, между прочим, сейчас бесплатный, так что поспешите. Так. Артефакты, что я нашел в Чуанзеле. Что-то я на продажу. Чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант. И теперь, друзья, нам нужно, наверное, книги. Подожди. Чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант. Вот. Куп чая. 109 всего стоит. Купили. Что? А, прощай. И теперь активируем. Половину вещей в башне я даже трогать... Пойдем со мной. Есть. Ха-ха. Отлично. Он так круто зарывается в бетон. Ну, это все-таки грязевый краб в двемерских доспехах. Ладно. Сейчас его попробуем, потестируем. Попробуем. Как будто его готовить собрался. Так. Можно что-то, что-то, что-то ему дать. Интересно, много ли вещей он потянет. Не знаю. Ну, судя по всему, немного. Потому что уже очень мало. Очень мало он берет. Наверное, неплохо дерется. Блин, господи, как он в бетон зарывается. Это, конечно... Ха-ха. Это круто. Башня, я в плоте краба. Ха-ха-ха. Так. Теперь, друзья. Теперь берем второй квест. Дар Кенарет. Прочесть письмо императора, друзья. Нам нужно отправиться в Солитьют. Вау. Сколько вас тут. Солитьют пришли. Мрачный замок, друзья. Тут в основном мелкие кражи и пьяные драки. Давненько у нас не было хорошего... Нам нужно в эту комнату. И здесь... Ага. Письмо генералу Тулию. Генерал Тулей. В это военное время особенно важно вдохновлять наш народ пышными зрелищами и демонстрацией могущества нашей армии. Ха-ха. Молодежь особенно впечатляет вид имперских солдат, облеченные в лучшие доспехи нашей армии. Ха-ха. В этой связи я официально требую вернуть действующую армию несколько имперских реликвий и распределить их среди высокопоставленных офицеров. Мы должны вызывать в народа благоговение и восторг и преданность нашему делу. Я обнаружил, что недавно пропал из артефактов. Один из артефактов, а именно броня Мори Хауса. Даркина Ред. Также известна как Кольчуга Лорда. Известно, что его похитила банда наемников Редгардов, чтобы продать тому, кто больше заплатит. Их видели на дороге к югу от форта Греймур. Или Треймур. Греймур, скорее всего. Найдите этих наемников и верните Кольчугу Лорда. Носите ее с достоинством. Покажите народу, кто Кенарет благословляет правление империи. Император Тит Мид. Второй. Я, конечно, с ним расправился. Но, друзья, понимаете, что броня Мори Хауса, даже Ваня, подтверждает мой сынок. Эта броня была еще в варенье. Эта броня была еще в Даггерфолле. И эта броня, друзья, была еще в прекрасном Моровинде. Да-да-да. Это все Лорда, друзья. Ну что ж, давайте ее добудем теперь. Вау. Малыш-питомец. Погнали. Малыш. Тихо. Друзья, ну что, вот мы их нашли. Они находятся недалеко от Вайтрана. Фух. Есть. Что это было? Разбираемся. А ну иди с ними подерись. Погнал. Да. Резгородский капюшон зелененький. Да ладно. Ладно. А у этого желтый, да? Да. Да. Вот ключ от сундука. И давайте, друзья, заберем эту броню. Вот она, кольчуга Лорда, друзья. Носитель будет терять по 50 дней здоровья. Запасил и маны, и магии. Ох, блин. Она проклята, друзья. Да, я уже давно показывал эту броню у себя в группе ВК, друзья. То, что подписывайтесь и будете знать о всех этих модификациях. Самые первые, друзья. И вот так вот она выглядит. Да. Прямиком, прямиком с прошлых частей. Вот почему, друзья. Вот почему мне нравится Клуб Творчества. Потому что они добавляют броню и оружие с прошлых частей. Понимаете? Это очень круто. Ну что, мы ее забрали. Все забираем. И теперь ее нужно очистить, друзья. Теперь ее нужно очистить. Но для начала давайте переоденемся. Одежда. Это прикольно. Вы посмотрите. И теперь, получается, мои характеристики ухудшились. И это не очень хорошо. 270. Немножечко подождать. Ага, просто ухудшились. Теперь, друзья, нам нужно это все очистить. Мы должны очистить эту броню. Я так понимаю, что ее также нужно было очищать и в Моровинде, Даггерфоле и Арене, друзья. Если это так, то напишите мне. Мне очень интересно будет узнать более подробно. Теперь нам нужно вернуться в храм. Точнее, пойти в храм Солитюда. И тут ее очистить. И только тогда, друзья, она обретет истинную силу. Истинную красоту. Истинные свойства, точнее. Эй, поосторожней. Так, нам нужен святилищики наред. Я, великий жрец восьми богов. Приветствую. И все. Кольчуга лорда, друзья. С таким забавным. Так, ну что, давайте посмотрим ее характеристики. Ну что, друзья. Давайте узнаем истинную мощь данной кольчуги. Вау. Ну что, заходим. Одежда. И кольчуга лорда. У противника в ближнем бою будет поглощаться по 5 единиц здоровья в секунду. Стоп, стоп. Это как у эбонитовой брони, по-моему. Сопротивление ядом увеличивается на 75%. Друзья, 75%. Представьте, как это круто будет на сложности выживания, в режиме выживания. И сопротивление магии увеличено на 17%. И очень полезно для бретонцев. Да? Да, друзья. Да и питомец. Питомец выполнен очень удачно. Вы посмотрите. Вы только посмотрите на этого малыша, который будет теперь вас сопровождать по этим огромным местам, по этим горам. Это будет круто, друзья. Давайте, друзья, посмотрим. Воу! Еще один граф, держи. Господи. Свет они не меняют. Как оно поглощает? Ооо, здоровье я не пойму. Ну, ага, видно, видно, легкая аура. Поглощает. Да-да-да-да-да, друзья. Ага. И вот крабик вернулся. Все, друзья. На этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И вы много чего нового узнаете. Спасибо за просмотр. Счастья вам.